Габи, Настя, доброе утро. Доброе утро также, дорогие телезрители. Мы сейчас находимся в Красноярском краевом краеведческом музее, в зале, который называется «Монастыри из Киты Принесейского края». Я хочу напомнить и сказать вам, что этот зал закрыт от глаз посетителей, так как это все-таки считается хранилищем. Ну а что здесь находится и почему сюда не пускаем, мы узнаем у Екатерины Скорихина и научного сотрудника Красноярского краеведческого музея. Екатерина, доброе утро и с праздником вас с Днём музеев. Как у вас настроение с утра? Здравствуйте, спасибо. Екатерина, вот скажите, почему сюда запрещен вход посетителям, хотя вот по мне все выглядит точно так же, как в обычных залах музея? На самом деле, да, это хранилище, это открытое хранилище, то есть здесь мы все-таки заводим группы, то есть это не всегда оно закрытое, ну то есть организованную группу мы сюда заводим в рамках таких вот тематических экскурсий по вот церковной старине, по церковному искусству. Под пристальным присмотром вот так? Ну обязательно, да. Скажите, а что здесь находится? Вот мы начали вот с этой точки зала, вот что здесь представлено и вот в дальнейшем, что нас окружает? Ну то есть здесь церковные предметы из монастырей, из скитов, которые когда-то существовали, либо и сейчас так же продолжают существовать. В данном случае вот эта вот витрина, здесь представлены старообрядческие предметы, это вот меднолитые иконы, в основном они датируются концом XIX, начало XX века. Также можно обратить внимание, вот одно из, можно сказать, тоже старинных предметов, это Евангелие на престольное, Дониковское, Старопечатное, 1644 год. Это получается около 500 лет? Ну да, получается так. Скажите, а вот это самый старинный экземпляр, который здесь есть, или все-таки есть что-то более уникальное? Ну хотя я прекрасно понимаю, что это уже уникальный экспонат, но что-то есть еще интересное? Здесь все интересно, я думаю, потому что здесь история, вот как раз, если мы подойдем ближе, то здесь мы представлены предметы церковные из вот как раз Успенского мужского монастыря, который и сейчас поныне существует на территории нашего города, а также Девногорский, вернее сейчас это на территории современного города Девногорска, это Знаменский мужской скит. Если мы подъезжаем ближе к Девногорску, то там осталась от этого скита только вот деревянная церковь. А на самом деле в 1888 году этот был скит образован и был приписан вот как раз к Успенскому монастырю. И вот здесь вот мы видим иконы из этого скита, а здесь же мы можем видеть тоже, это вторая половина 17 века, это Евангелие на престольное из Туруханского Троицкого монастыря. Это тоже одни из старейших монастырей, это тоже он был образован во второй половине 17 века. Но вот как раз следующая витрина также рассказывает о монастырях Енисейских первой половины 17 века. Екатерина, спасибо. Я уверен, что здесь есть еще много чего интересного, но так как мы уже заинтересовали как минимум меня, как максимум, я думаю, всех наших телезрителей и ведущих, я хочу узнать у человека, который знает об этом больше, как вообще можно сюда попасть, возможно ли как-то посетить вот этот вот скрытый от большинства глаз музей-посетителей зал. Со мной рядом находится Елена Макарова, заведующая сектором по работе с дошкольными и школьными учебными заведениями. Елена, еще раз с праздником, с Днем музеев. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Елена, вот как можно посетить вот этот зал и любые другие? Ну вообще на самом деле, конечно, посетить любые другие залы, в целом весь наш музей очень просто, потому что мы работаем ежедневно, кроме понедельника, а по четвергам даже до 9 часов вечера, поэтому обязательно к нам приходите. Ну а если интересуют какие-то мероприятия, да, акции, то в том числе сегодня, начиная с 12 часов, мы проводим акцию «Даритель», то есть все горожане, если у них есть такое желание, и если есть что подарить, чтобы помочь нам сохранить нашу историю, могут к нам приходить, и мы их с удовольствием встретим. Приносить можно все, что вам дорого, все, что вы считаете, поможет в исторической сохранности. Это и документы, и фотографии, и предметы. Нашим ответным подарком будет музыкально-развлекательная программа, начало ее будет в 3 часа, а завершится она в 6 часов вечера выступлением красноярской группы «Яхант». Поэтому тоже, если у вас еще нет планов на вечер, можете приходить. Ну и, конечно же, ночь музея, которая будет проходить 21 мая. С 6 до половины 10 вечера вход в музей будет абсолютно бесплатный. Мы готовим программу. Можно будет посмотреть исторические хроники Красноярска и Красноярского края. Это интересные кадры с 350-летия города Красноярска. Это киножурнал «Восточная Сибирь» за 1969 и 1971 годы. Это действительно очень интересный кадр, нам остались на памяти. Ну и много другого интересного, в том числе и советские фильмы будут в нашем музейном кафе. И мы решили, что если у посетителей будут вопросы по экспонатам, то можно будет сфотографировать заинтересовавший вас предмет, выложить его в соцсети, а мы есть во всех популярных, с нашим хэштегом «Красноярский, краеведческий». И со следующей недели мы начнем отвечать на вопросы. Но и это еще не все, потому что мы решили устроить небольшие экскурсии, по музейным хранилищам, именно 21 числа. Так, Елена, спасибо вам большое. Я думаю, наши телезрители вообще с удовольствием уже трясутся, не знают, как попасть, как упасть, ну точнее уже знают, как попасть. Но обязательно можно уточнить на экскурсии по записи. Вся информация есть на нашем сайте и в соцсетях. Ну, спасибо большое, Елена. Еще раз всех причастных к этому празднику, к Дню музеев, я поздравляю от своего имени и имени телеканала «Энисей». Посещайте музей, просвещайтесь, ну и оставайтесь вместе с утром на «Энисеи». Спасибо. Продолжение следует...